привет шкодоводы с вами стасен и сегодня я вам расскажу историю про ценообразование в шкоде сколько машина стоит на заводе сколько на ней зарабатывает дилер сколько зарабатывает сам дилер и ситуацию по 2.0 tsi шкода octavia 8 информация у меня была уже давно но четкие цифры не было на данный момент пока никак но теперь все изменилось и так что же у нас продажи все вы знаете что есть прайс по которому должны отдавать дилеры вам автомобили но если дилер вам отдает машину в прайс то сколько зарабатывает он естественно завод им отдает машину дешевле так как у нас канал про октавию рассказывает цена на октавию для дилера на 70 тысяч меньше чем общедоступном прайсе получается на каждой машине он зарабатывает 70 тысяч рублей раньше это как бы компенсировать с тем что были большие объемы продаж люди покупали машины машин было много и дилер мог спокойно давать машины не только в прайс но даже ниже прайса избранным клиентом но сейчас ситуация такова что идет катастрофический дефицит машин живых машин вообще практически нету дилеру не получается зарабатывать объемы поэтому они поднимают цены на машины которые они выкупили это сразу же 200 300 тысяч а где-то и полмиллиона плюс дилер просто уже своей ситуации с у него ситуация вообще плохая то там и 700 тысяч накручивают этим образом примерно 200 300 тысяч накручивать просто к остальное не берут при допами у них при на складе есть например на велосипед skoda который оценивается например по их ценнику 70 тысяч рублей они вам его продают вместе с машиной по цене уже 95 тысяч рублей также диски своя ним резину все накручивать по полной программе лишь бы набрать объем денег для своего существования для своего заработка может им нужно оплачивать своих менеджеров здание электричество и все такое как только ситуация изменится то будет все более-менее будут машины давать все в прайс а пока что многие словно уже перешли от продаж за наличные на продажи только в кредит может так и не больше зарабатывают продажи в прайс практически уже отсутствуют те дилеры которые в прошлом месяце готовы брать машину в прайс в этом месяце уже все уже идут с накрутки хлеба 50000 рублей сверху вот такая ситуация все будет только ухудшаться сколько зарабатывать менеджеры средняя ставка менеджеров примерно 30 тысяч рублей с продажи машины они получают 5500 рублей с каждой машины независимо какая она была заказная или там с накруткой есть салоны где работают проценты также там входит зарплату продажи допов дополнительные оборудования и всякие накрутки все это в совокупности позволяет зарабатывать по 50 и 100 тысяч рублей ежемесячно если тут хороший продаж но сейчас такого нет на машины которые были заказные они тоже накручивают уже суммы вы можете пожаловаться в шкоду центральное отделение но там ситуация 50 на 50 зависит от дилера если ему по барабану то ваши жалобы идут лесом но тема такая обычно дилеры боятся жал потому что они портят свою историю у завода и завод если у дилера будет много плохих отзывов много нареканий от клиентов к нему может им просто-напросто порезать квоту квота это количество машин которые дилер может заказать определенный период времени где-то полгода где-то квартал где-то месяц все зависит от дилера и его работы так по шкоде октаве а8 всякие пухляши из питера и им подобные специалисты рассказывал что машины будут только после сентября говорю он так уже больше двух с половиной месяцев как машины поставляются покупателям и салоном и в частности через два дня в уфе будет еще одна шкода октаве а8 по цене был ролик предыдущий живые машины как и откуда они появляются а все легко и просто это те машины которые были заказаны тогда еще когда еще не был объявлен четкий прайс завод объявил о возможности как машины и люди те которые тогда заказали уже получили свои машины еще два месяца назад потом объявили прайс они просто подтвердили свою готовность купить машины они уже их получили те люди которые первые заказали машины при объявлении цены прайса уже получает свои машины так что все ерунда машина собирается и тема такая все машины которые стояли в стопе из-за отсутствия блоков и глонас теперь поступать в участок и та же шкода октаве а8 который приедет в уфу двухлитровая она стояла в стопе в блоке из-за отсутствия блока глонас будет у нас поступили и уже отгрузили она едет к дилеру по накрутке цен понимаете не стоит раньше времени паниковать вот у меня знакомый заказал машину но по телефон ему объявили цену на 50 тысяч больше чем прайс ладно согласились приехали они в салон по факту еще накрутили 10 тысяч сверху ладно не подписали договор как бы цена была прописана но с возможность повышения цен завода в итоге они мне пожаловались на этого дилера я позвонил по своим возможностям и спросил бы товарищи а почему такое происходит почему например не сделали скидку по пакетам когда пакетом пакет накладывается делается скидка почему не отдали машину в прайс на что мне ответили что тоже написано в договоре вообще никого на данный момент не волнует то сумма котором прописано тоже никого не волнует потому что по производству автомобиля завод выставит счет дилеру и уже от этой цены мы будем с вами плясать а там накрутим не накрутим все по ситуации все индивидуально и по онлайн продажам skoda вышли ролики где-то кто-то что-то заказал где-то что-то кто-то купил но никто ничего не видел у меня связь многими дилерами не то что регионы от страны у меня информация от разных дилеров с разных регионов и все они в один голос подтвердили что никто не может купить себе skoda в россии без дилера потому что у завода договор с дилером у вас нету заводом никакого договора и оплату вы будете производить через кассу дилера уже также у него есть договор так что все те кто несут чушь идут лесом а у нас товарищи канал правды и так и будет продолжаться вам скажу так старте пожалуйста лайки и участвуйте в нашем проекте наш skoda 8 который мы собираем добровольные пожертвования на покупку данного автомобиля для тестов нашим каналом до свидания